ПОДПИШИСЬ! 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 Камера заброшена шайба. Зидай. Здесь на крыльчатку играл Орлан в меньшинстве. Причем в двойном числе в меньшинстве. Два игрока Орлана, Сидина Скорейч. И вот смогли гости реализовать это большинство. Александр Зидаев стал автором заброшенной шайбы. Здесь Гринцу не дали бросить. Не получился этот эпизод. Завершить его взятием ворот. Тут, как всегда, был активен акцендюк. В каждом матче мы отвечаем этого хоккеиста. Потому что он всегда у нас три атак, свои команды. Ну и сейчас мы посмотрим с вами, как была заброшена шайба еще там. Вот, да, Алексей Сидай. Закролюбие, прошу прощения. Он стал автором заброшенной шайбы. Ну и итоговый, если говорить про статистику, 8-12. Такие цифры у нас были после второго периода. То есть, во втором периоде переграл Гулагер своего оппонента. И, как говорится, пришел в себя, сокрепил его вставание, то минимал. Но этого не хватило. Перегибил его, что погибил напряженным. И, как говорится, очень горячим. Но шайб на броске не было. Так сохранилось преимущество Орлана в одну шайбу. Орлан празднует победу. Но, к сожалению, не развивается очкание команды из Гидропавловска. Ну и большой приколос от Орлана для своих болельщиков. Цифры статистики смотрим. По броскам. 36 на 30. Небольшое, но все-таки преимущество Орлана в этом компоненте. 38 на 25. Цифры на точке. Две шайбы, заброшенные гостями в большинстве. Ну и штрафные минуты здесь больше набрал Орлан. 14 и 10 таковых у Кулагера. Вот такие итоги, такие цифры после матча между Орланом и Кулагером. 4-3 итоговый счет.